Эльвира Батрякова уже не один год работает диспетчером в коммунальном предприятии Кустанайсу. Она вспоминает, что год назад училась работать здесь по-новому, без бумаг, лишь сбивая адреса звонивших абонентов, у которых случились какие-либо проблемы, в специальную программу. Бригады получают заявку автоматически и должны, в свою очередь, выехать по адресу. Вот заявки на сегодняшний день, на данный момент сейчас поступившие, которые у нас отрабатываются бригадами. Мы распределяем их по бригадам и в конце по устранению у нас выполнение. Мы их отрабатываем. Заявки ставим время, выполнение, да, все это и исполнение. Заявка исполнена и если необходимо там какие-то работы вести, провести, мы это все записываем. Притом диспетчер может на мониторе компьютера еще и следить за тем, где находится ремонтная бригада, выезжала ли она по адресу и как долго находится на вызове. Таким образом, отмечают специалисты, можно контролировать всю работу ремонтных бригад. А вот на сайте Кустанайсу тоже полно изменений, важных для абонентов. К примеру, здесь можно заключить договор на оказание услуг. Главное, чтобы у вас была электронная цифровая подпись и все копии правоустанавливающих документов. Также с помощью сайта можно вызвать контролера. Это актуально в период пандемии. Почему? Потому что если человек сидит дома и хочет вызвать контролера, не надо обязательно звонить, можно зайти на сайт, указать свой лицевой счет, если не нужна лицевой счет, указать здесь свой адрес. Вот вышел адрес, указать свой телефон, выбрать дату визита контролера. Допустим, вы проводите ремонт дома. Хотите с 20-го числа, с 20-го января начать ремонт. Свою роль в цифровизации сыграл и запуск у Станайсу программы «Мобильный контролер» осенью прошлого года. Прошло немного времени, но здесь уверены, что польза от новшества уже есть. На специальном планшете установлена программа, которая помогает контролеру видеть всю историю абонента. Есть ли долг, когда была пломбировка, распломбировка, когда ему необходимо проводить поверку, а сотруднику не нужно носить с собой большое количество бумаг. Дярах Мечин и Татьяна Калюжная, РТН.